Дальше Всевышний, Аллах Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше Всевышний, Аллах Субтитров А.Егорова Дальше Всевышний, Аллах Субтитров А.Егорова Дальше Всевышний, Аллах Субтитров А.Егорова Куфр бывает четырех видов. Первый называется куфруль инкар, то есть куфр отрицания. Второй куфруль джухуд, куфр непризнания. Третий куфруль инад, куфр упорства. Четвертый куфруль нефат, куфр лицемерия. Сейчас шейх объяснит каждую из этих углов. Куфруль инкар, то есть первый куфр отрицания. То есть когда не знает человека об Аллахе и не признает его. Уакафара беги, поэтому проявил неверие в него. Как допустим куфр кого? Фараон, они же в наше время безбожников и так далее. Валь куфруль джухуд, куфан ярифаллах би кальби. Когда знает об Аллахе, но не признает это языком. Как куфр иблиса, ва куфр иблиса и куфр иудеи. Ва куфруль инад, что касается куфра упорства, куфан ярифаллах би кальби. Знает сердцем. И признает это вала ядин убеги, но не принимает религии. Как куфр иаби талиб, как куфр дяди пророка. То есть, когда человек признает языком и не признает сердцем. Значит, первый вообще не признает. Второй признает сердцем, но не признает языком. Третий признает сердцем, языком, но не подчиняется. Приказом Всевышнего Аллаха, и считает это ненужным, не считает для себя это обязательно. И третий признает только языком и не признает сердцем. И все эти виды куфра. Если человек встретит с одним из этих куфров Всевышнего Аллаха, то есть, умрет на одном из этих видов куфра, ему не будет прощено. То есть, на вид, что будет в Аду, али-я-зубиллях. Какую классификацию? Только смотрим. Этот шаг тоже есть в одной из этих вещей. В одной из этих вещей. Барак Аллаху, афейкам, заход. Каулигус салаун алейхим. То есть, одинаково для них. Аймутасауин лядайхим. Однозначно для них. А анзартагум. То есть, у неверующих для них однозначно. Увещеваешь ты их. А что значит анзартагум? Увещеваешь. Хававтагум. Вахадзартагум. Когда ты сообщаешь о чем-то, при этом угрожая и предостерегая. Поэтому любой мунзир, увещевающий, является тем, кто сообщает тебе о чем-то. Но не каждый, кто тебе о чем-то сообщается, является увещевающим. Предостерегаешь ты или же нет. То есть, который ставит после себя глагол в положении джазом. Ля яни илляльфиэль. Стоит он только перед глаголом. Ля наль джазма яхтас субилляфаль. Потому что джазом бывает только. Поддерж джазом бывает только в головах. Тунзирхум ля юмину. То есть, сауан алихи. А анзартагум ам лям тунзирхум. Однозначно для них. Увещеваешь ты их или нет, не верят. Вадь ля айфиакуа мин хаккат алихим калимуту шакау фи сабиқ илмиллях. То есть, в этом аяте говорится о тех людях, которым предопределено то, что они будут несчастными в знаниях Всевышнего Аллаха. То есть, видите, предопределено. Они не уверят из-за воли своих сердец. Да, не значит, что Всевышний Аллах из-заставил. Потом Всевышний Аллах упомянул, почему они оставили иман. Факаля хатам Аллаху. Всевышний Аллах запечатал. Айтаба Аллаху. Печать поставил. Аля кулюбим на их сердца. Фаля та'и хайран. Поэтому они не внимают добру. Валя тафаму. Не понимают его. Вахақикат аль хатам. А суть вот этого печати являет, что? Али стеса куменчай. То есть, хатам, печать в арабском языке. Это когда ты что-то закрепляешь. Что значит закрепляешь? Кайля яд хулюгу махара джамингу. Чтобы не вошло туда то, что в него уже записано. Валя яхруджангу мафии. И чтобы не зашло, не вышло из него то, что есть. Поэтому говорит, запечатал коробку. Чтобы в эту посылку. Чтобы посылку не попало то, чего не из посылки. И из нее не вышло тоже. Запечатал письмо. Правильно же? Вот этот смысл. То есть, Всевышний Аллах вынес постановление на их сердцах бель куфр. То, что не будет неверующим. То есть, он знал, что они такими будут. То, что Всевышний Аллах установил какие-то признаки на их сердцах, о которых знает Мула ангелы. Так же Всевышний Аллах запечатал их слух. То есть, имеется в виду, что значит, запечатал слух. То есть, они не слышат истину. То есть, имеется в виду, они ее слышат как слух. Не прислушиваются. Соответственно, слух какой? Здесь отрицается. Слух пользы. Есть два веще. Слух звуков. Когда человек слышит звуки, это один сама. И второй. Когда человек, имеется в виду, услышал, прислушался. То есть, берет пользу. И вот тут отрицает. Так же Всевышний Аллах описывает. Что они не слышат. Не в смысле, что они глухие. А они глухие к истине. Не прислушиваются. То есть, не слышат так, чтобы брать из этого пользу. Всевышний Аллах, по словам Сама, хоть пришло в единственное числе, но имеется в виду, все их слухи. То есть, слух каждого неверующего. Почему? Почему здесь упомянуто в единственном числе. Потому что это глагольное имя. Маздр не бывает ни в двойственном, ни во множественном числе. И так же запечатал их, или пелена, на их глазах пелена. То есть, как будто новое предложение. Поэтому они не видят истину. И им будет страшное, великое наказание. Так же говорят, что под Азим великое наказание. И на этом свете, как смерть, или же в плену на этом свете они будут. И вечное наказание на том свете. Аль-Укбат тот свет. Что значит Азаб в русском языке? Все, что здесь, она имеется в виду, мучает. Все, что мучает человека и создает ему трудности. То есть, то, что мешает человеку добиться своего желания. Поэтому про воду Аль-Ма Азб говорят. Потому что оно предотвращает чувство жажды. Азб названо. Вода Азб. Азб, как говорят, чистая, пресная вода. Потому что избавляет человека от жажды. Субтитры подогнал «Симон»